Доброе утро! Около миллиона. Столько землетрясений сотрясают землю каждый год. Большинство из них слабые толчки, но, к сожалению, бывает и наоборот. Нам повезло, Беларусь не считается сейсмоопасным регионом и все же сейсмограф не помешает. Люди издревле пытались изучить и главное предсказать землетрясение. Первый из известных удачных в этом смысле приборов появился в 132 году. Это Хоу Фэн или флюгер землетрясений китайского астронома Джан Хэна. На сосуде для вина диаметром 180 сантиметров располагались 8 медных драконов, которые указывали на направление света. В случае подземного толчка шарики из ртов драконов скатывались в эпицентр сосуда и указывали на направление землетрясения. Показания прибора записывались вручную. В 1862, спустя пять лет после так называемого великого неаполитанского землетрясения, ирландский инженер Роберт Малетт совершил экспедицию в Италию и составил карту пораженной территории. Это была первая в истории примитивная шкала интенсивности земных сотрясений. Только в 1855 в Италии изобрели сейсмограф, способный самостоятельно регистрировать удаленные землетрясения. Это был шар с ртутью, которая выливалась наружу при малейшей сейсмоактивности. Специальный индикатор регистрировал точное время толчков, а запись колебаний земли велась на барабан. В 1875 еще один итальянец Филиппо Секе сконструировал сейсмограф, который мог фиксировать момент первого толчка или, проще говоря, записывал землетрясения с самого начала. Именно с того момента процесс эволюции для регистрации колебаний почвы в разы ускорился. В наши дни наука сейсмология ушла далеко вперед. Сейсмологи следят за передвижениями земной коры с помощью спутников. Часто это помогает спрогнозировать землетрясения за несколько часов или даже дней. А это возможность для спасения огромного количества жизней. Создатель первого сейсмографа однозначно достоин высшей похвалы. Это итальянский сейсмолог и метеоролог Луиджи Пальмьери, человек, который изменил мир.